Раки, приветствую вас, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале и в текущем видео я для вас составляю второй прогноз на последующую неделю. Будем с вами смотреть период с 16 по 22 августа 2021 года. В работе у нас с вами две колоды, основная из них это Nightmare Before Christmas и вспомогательная это Ленорман силуэт. Как всегда будем с вами смотреть позитив недели, негатив недели, совет от карт и на Ленорман посмотрим неожиданность этой семидневки, чему готовится, на что обратить внимание, что взять на заметку и на вооружение. Настраивайтесь пожалуйста на расклад и будем с вами смотреть. Кто тут вам с подарочком идет? Смотрите, у вас здесь ложится король Пентакли, император, тройка Пентакли, но тут прям вас одарят. Вообще по факту на самом деле карты могут отыграться по-разному. Безусловно это могут быть подарки, презенты, сувениры от отца, партнера, руководителя, коллеги. Причем подарки это знаете не с позиции именно как премия-бонус, хотя может и в этом ключе, а как продвижение по службе, новые проекты, новые задачи, новые задания. Здесь в принципе для вас это обретение стабильности, работа кипит, работы будет уйма, но соответственно это будет вам и оплачиваться в должной мере. Поэтому здесь материальная поддержка как со стороны второй половины, если у вас такова есть, финансовая помощь и поддержка, протекция в плане работы и бизнеса. И если вы сильная независимая женщина, либо вы сам сильный степенный независимый мужчина, то это ваши активные действия, направленные на обеспечение стабильности, увеличение вашего благосостояния, дохода и финансовой подушки безопасности. Ну а теперь давайте обо всем поподробнее. Итак, если на текущем этапе жизни вы свободны, в большей степени конечно здесь отыграется для женщин. Почему? Потому что как показывают здесь арканы, это в первую очередь обретение партнера, знакомство с мужчиной. Причем вы можете с ним как работать плечом к плечу, так и просто взаимодействовать по деловым контактам. Например, обратиться за какими-то услугами, консультацией, помощью, советом. И знакомство на этой почве. Если меня смотрят мужчины, это вы будете проявляться так по отношению кому-либо и у вас тут совместить приятное с полезным. И какие-то деловые проекты и, скажем так, личные знакомства. Если у вас здесь проходит вопрос любовных треугольников и вы состоите в таких связях, то могу сказать здесь у вас падает карта умеренность, карта баланса. Не то чтобы вам нравится текущее положение вещей, но скажу так, временно вы будете закрывать на это глаза, потому что зона комфорта, в чем вы будете находиться, она вас будет вполне устраивать. Для женщин также может отыграться, что вы здесь при двух мужчинах и каждый в вас вкладывается и вас это устраивает. Если у вас стабильные связи, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо у вас семья и брак, то это, знаете, как какие-то глобальные цели, глобальные задачи. Крупные покупки, крупные траты, крупные вложения. Причем это может быть все что угодно, начиная от хорошего отдыха, дорогостоящих каких-то предметов интерьера, потому что император, видите, сидит на мягком кресле. То есть это ремонт, это обустройство дома, недвижимости, все в дом, все в семью, как говорится, чисто такое вот рачье. Ну и в принципе это, знаете, как может быть бизнес, который вам впоследствии будет приносить какую-то стабильность. Здесь совместно вкладываться во что-то. Почему? Потому что вот эта пятерка жезлов, это постоянно внутренняя борьба, конфликтные ситуации по поводу денег, распределения доходов, расходов. Немножечко вас здесь выбивает из колеи и как я вот дотягиваю здесь по арканам, как мы видим десятка мечей и падает король кубков. Это вы будете уже выливать свои эмоции до конца и озвучивать то, на что вы посягаете, на что вы здесь претендуете. Потому что здесь по башне вы понимаете, что как ваше положение является шатким, но повторюсь, для большинства из вас эти вопросы связаны с недвижимостью. Ремонт, обустройство, купля-продажа, может быть вы будете будете приобрететь некоммерческой недвижимости, потому что, как показывает башня, это в первую очередь то, что вы делаете на будущее во благо. Так, но смотрим далее. Если эти арканы смотреть с точки зрения работы и финансов, то по этим арканам это однозначно стабильность. И даже если вы не работающий пенсионер, либо вы в декрете, тут помощь от партнера, от детей, от вашего окружения. Тут стабильность, либо у вас есть какие-то накопления, на которые вы можете рассчитывать. Если вы в статусе соискателя, то здесь кто-то однозначно будет вас опекать, потому что по этим арканам однозначно трудоустройство, стабильное положение вещей, хорошая протекция. Аркан-дурак это как раз новая ниша, новая работа, новые перспективы для вас. Если вы уже вяетесь наемным сотрудником, то здесь вам могут предложить повышение, либо увеличение заработной платы, причем не просто за счет ее индексации, а действительно за вашу хорошую службу, потому что видите, по повешенному вас длительный период, не было никакого развития. И здесь, вот как показывает старший аркан сила, воздастся вам по сослугам. Почему? Потому что это слишком долгий период, вытянули эту лямку. Если у вас свой собственный бизнес, то здесь стабильное положение вещей, это процветание. Единственное, что могу сказать так, придется здесь повкалывать, потому что тройка пентаклей, это карта активного труда, это как вливаться в какие-то начинания, в работу, в бизнес. Это активное ваше продвижение, особенно по жрице. Если вы работаете в медицине, няня, сиделка, кушерка, эзотерик, потому что за все эти сферы у нас отвечает непосредственно эта барышня. Поэтому вот так. А если будем смотреть вопросы состояния здоровья, то здесь оно прекрасное. Король пентаклей, император и тройка пентаклей. Это вложение в себя, это улучшение качества жизни, вашего самочувствия, тех продуктов, которые вы употребляете. Может быть какие-то дополнительные пищевые добавки или витамины. Но здесь знаете как очень так тщательно за собой смотреть, за собой следить и переводить себя в порядок. Что же у нас здесь в негативе? Дьявол, башня, суд. Ого, прям три старших аркана. Смотрите насколько значимо. Я вам сейчас так даже поднесу, покажу, чтобы было видно. Ну что, здесь вы могу сказать так, запряжетесь по полной, потому что это либо взять на себя ипотеку, кредит, рассрочку. Это знаете как и в радость и в тягость, потому что дьявол это кабала, башня, суд это взять на себя официальные обязательства в плане недвижимости. Либо подвязаться на ремонт, либо подвязаться на гостевой бизнес, либо работу связанную с недвижимостью. Радует? Оправданно, но настолько для вас это будет муторно, геморройно. Особенно смотрите, почему это падает в негативе. Если вы занимаетесь вопросами купли-продажи, оформления, переоформления, будьте бдительны, когда подписываете бумаги, потому что может быть завышенная процентная ставка, еще какие-то моменты, которые вами могут быть не учтены, и потом будете сидеть и хлопать глазами. Либо если вы нанимаете каких-то подрядчиков, выполнять работы, неважно, что там починить что-то, сделать клининг. Опять же, всегда составляйте договора, потому что вам легче будет спросить с людей относительно качества предоставляемых услуг. Особенно, если это касается ремонта, тут на каждую работу берите бумаженцию, потому что здесь, причем видите, все четко-четко прописать, детально прописать, чтобы потом, знаете, комар носа не подточил. Все, там сметы, пожелания, что, как, чего, сколько штук. Иначе потом взятки гладкие, ни с кого не спросите. Вот. И самое главное здесь еще дьявол, башня, суд. Это как тягостное выполнение обязательств и предписаний врача. Особенно, если вы пытаетесь чего-то избавиться. Не знаю, там вам назначено медикаментозное лечение, нужно строго соблюдать протокол, а вам то забыли, то не знали, то не хотели. И вот, а это нужно выполнять беспрекословно. В плане совета у вас здесь падает двойка пентаклей. Ну, во-первых, объять необъятное, много перспектив, много возможностей, успеть все. И самое главное, не отказываться от любых начинаний и идей. Ну, давайте с вами посмотрим на неожиданность данного периода. Какова здесь будет ситуация? Лилии, змея, всадник. Ух ты. Ну, проявление мудрости, углубление в эзотерику, в медицину, потому что лилии, змея, это в первую очередь то, что идет по связке арканов. Это связано как раз с углублением, знаете, говорю, таинств бытия, либо каких-то сакральных знаний, мудрости, либо знаний, которые идут не для всех. Это в первую очередь. Сама по себе карта лилии, она, помимо всего прочего, и указывает и на желание духовного, личностного роста, познать то, что с вами происходит. Если это касается особенно вопросов со здоровьем, потому что лилия, змея, может указывать на вопросы и проблемы, связанные с эндокринной системой. То есть тут нужно будет, во-первых, беспрекословно соблюдать, и во-вторых, это, знаете, сразу в бой. Лилия и змея – это, в принципе, знаете, еще карты появления, может быть, здесь как на горизонте сексуального любовника, сексуального партнера, но и, знаете, как еще такая пожилая, влиятельная женщина, которая своими рекомендациями может вам сослужить верную службу. Почему? Потому что эти арканы показывают на колоссальный опыт какой-либо ниши. То есть этот человек действительно вам может дать необходимые рекомендации, нужные советы и предостеречь вас от каких-то пагубных ошибок. Ну, например, это когда вы пробились к какому-то светилу науки, которая в какой-то ниши уже имеет колоссальный опыт, и она действительно вам может посоветовать, ну, в каком направлении вам идти, как лечиться, чтобы это действительно было эффективным. Потому что вот по связке этих карт – это, в принципе, убегать от опасности. Это, знаете, как избежать какого-то катарсиса. И еще, конечно же, поскольку эти леди у вас указывают на сексуальный контакт и на эротическое взаимодействие, то здесь это молодой любовник либо молодая любовница. Кстати, если кому-то рассказываете свои секреты, особенно вашим подружкам, подружаням, по-другому здесь не назовешь, будьте 100% уверены, что ваши секреты, ваши тайны будут оглашены. Поэтому думайте, кому, и что вы говорите в рамках этой недели. Поэтому вот так. Но, как всегда, мы для вас весь негатив перекроем позитивом, чтобы у вас все было стабильно, чтобы у вас все было замечательно. Наконец-то появился или порешал все вопросы император, чтобы у вас появились и финансовые возможности, и, кажется, работа кипела, и бизнес развивался. То есть все было и складывалось наилучшим для вас образом. Вот такой для вас расклад на эту неделю. Поэтому по прошествии времени традиционно буду ждать от вас обратной связи. Напишите, пожалуйста, как для вас отыгрывается расклад, насколько он для вас информативен, полезен. А тех же, кого интересуют вопросы обучения на картах Тару по системе Райдера Уэйта, либо индивидуальной консультации, то ссылки на мои контакты вы традиционно сможете найти как в шапке YouTube канала, так и под любым из моих видео. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь и до новых встреч.